Всем привет, сегодня у нас обзор на телефон Xiaomi Redmi Note 7 Pro Я это видео записываю уже второй раз, первый у меня к сожалению не сохранилось Поэтому процесс распаковки мы уже не увидим, но это ничего страшного Потому что я сохранил весь комплект В посылке лежала вот такая штука, мягкая Вот упаковано, все это было внутри Ну соответственно сам телефон был внутри этой коробки Вот такой комплект Вообще очень здорово, что продавец положил вот в такую пузырчатую пленку Потому что в ней не повредится эта упаковка Соответственно и сам телефон тоже Так, это уберем, это нам больше не надо Сам телефон был еще упакован в нот в этом пакетике Краткие характеристики его указаны на упаковке Но здесь конечно совсем мало что написано о нем Камера AMX 586, 48 мегапикселей подразумевается Она действительно 48 мегапиксельная камера Процессор указано Там что-то бла-бла-бла 675, но это Qualcomm 675 снабдрагон Аккумулятор на 4000 мА И что-то непонятное про экран Может быть про Gorilla Glass, может еще про что-то Олеофоб, не знаю, что-то не по-русски Модель Redmi Note 7 Pro Память 6 оперативки, 128 флешка встроенная Помимо можно ставить флешку свою Конечно, их хоть и своей памяти много Но если этого покажется мало, можно поставить свою Но лоток там, сразу говорю, там идет стандартный лоток Для большинства современных телефонов Либо мы можем вставить две симки Либо симка плюс флешка Хотя существуют еще различные лайфхаки Когда народ умудряется ставить и то, и другое То есть и две симки, и флешку То есть где-то что-то доработать напильником Ну, это в крайнем случае никто не отменял Хотя, я думаю, вряд ли 128 памяти это в принципе немало Ее можно только быстро забить Если постоянно щелкать 48 MP И снимать 4К видео Я думаю, навряд ли это будет делаться постоянно На данном аппарате Вот, перейдем к следующему Сам телефон Там лежал в коробочке чехольчик Ну, обычный нормальный чехольчик Внутри, кстати, шершавый он Такой полупрозрачный А шершавый внутри для того, чтобы Со временем, если постоянно в нем носить В этом чехле Он не будет прилипать Вернемся к нему чуть позже Добегло посмотрим комплектацию Что нам присылал данный продавец Ну, соответственно, для открытия лотка Открывается Это уже то, что я отклеил от телефона Это было наклеено спереди Это было наклеено Сзади Вот, на самом, на самом телефон Не на чехол Вот, здесь то же самое, что на упаковке Краткие характеристики Я думаю, это никому ничего не надо Краткая инструкция, как Извлекать, вставлять Симки и микро-сд Инструкция здесь еще есть Ну, понятное дело, что она на китайском Телефон не рассчитан Под российский рынок И ни под какой другой Кроме китайского и индийского Поэтому, если заказывать телефон С родной прошивкой Он приедет с китайско-английской Прошивкой Хорошо, что там есть хотя бы английский Потому что, если, например, есть какие-то Познания английского Проблема с ним в работе не возникнет Но, опять же, говорю, только с этой версией Есть еще глобальная версия Но я к этому вернусь позже Посмотрим далее Далее здесь переходничок Ой, переходничок За 10 рублей, грубо говоря 10-15 рублей стоит Многие писали в отзывах В Алиэкспрессе, что Ну, плохой дешевый переходник Бывает и лучше Да блин, к этому докапываться Пошел в хозяйственный магазин Купил за 10-15 рублей Какое надо, если это не устраивает Это не проблема А почему продавец хоть какой-нибудь вкладывает? Ну, потому что зарядник этот Понятно, что не для европейского рынка И не для России в том числе То есть это Как и американо-китайская вилка То есть такие только в Китае и в Америке Может где-то еще, я не знаю Но в большинстве стран Евро используется То есть вот такая Поэтому, соответственно, переходник Характеристики сейчас самого зарядника Посмотрим, насколько он у нас хорош Ну, точнее, насколько мощный Интересно 5 вольт 3 ампер Довольно-таки мощный 9 вольт 2 ампера 12 вольт 1,5 ампера Нормальный, хороший зарядник Родной, ксиомийский Фирменный, да Оригинальный, оригинальный ксиомийский зарядник То есть мы все увидели Относительно его Также здесь лежал шнур Сейчас я найду шнур Вот он у нас шнур Я уже его вытаскивал Type-C разъем Ну, обычный, нормальный телефонный шнур Крепкий, добротный Сейчас уже давно По крайней мере, в средний сегмент телефонов Не кладут всякие дешевые шнуры Это нормальный, качественный шнур Да, конечно, со временем Может быть, они ломаются здесь Но изначально он очень качественный Разъемов хватает на долгие Такими шнурами У меня еще были до предыдущих телефонов И до сих пор шнуры работают Которые еще, правда, не под Type-C А под USB Оригинальные шнуры Обычно очень хорошие Но это ладно Это тоже не самая важная деталь Но приятно В сторонку Вот этот весь комплект Наушников никаких нет По идее С изготовителем не предусмотрено Но продавец Негодный продавец, я считаю Мог бы положить Помимо этого переходника За 10 рублей Что-нибудь интересное Типа гарнитура какой-нибудь Хотя бы самый дешевый Было бы приятно Все равно хоть что-то Ну, либо какой-нибудь там брелок Либо защитные экраны Хотя, в принципе, им редко кто пользуется Эти пленки защитные Но просто для комплекта Брал я до этого еще телефон Даже если телефон не нуждается в дополнительном покрытии Дополнительной защитной пленке Все равно клали одну, а то и даже две пленки Здесь продавец сам не положил больше ничего Только стандартный комплект Хорошо хоть родной ксиомовский чехольчик Не вытащил то, что есть Стандартной комплектации Окей, переключаемся к самому телефону Сам он смотрится круто Классно смотрится На первый взгляд Все здорово Отмечу такие особенности конструктивные Первое По самому корпусу Начнем с самого корпуса Самого исполнения Край Пластик Покрашенный Такой блестючей С синей краской Крашенный пластик Насколько качественный Неизвестно Даже если Ну в принципе Даже если он очень сильно Качественно покрашен Все равно Краска имеет особенность Со временем Обдираться Особенно если вдруг Он упадет без чехла Конечно будет здесь что-то заметно Но готовитель еще Такие интересные вещи Применил В данной конструкции Во-первых Задняя крышка Она прозрачная И покрашена изнутри Такой красиво переливающейся краской Покраска изнутри И поэтому Если его Класть без чехла Ширкать То краска у нас здесь Не сширкается Ни с уголков Нигде То есть Задняя крышка Выпирает Чуть больше Немножечко Больше чем Крающики окантовки Здесь у нас уже Обдираться Оно не будет Далее Что еще интересно Вот данная Окантовка по экрану Она сделана черной И матовой Очень много телефонов Раньше Особенно раньше Самые какие-то Старые модели На андроидах Часто любили делать Хром окантовку После чего Она облазила Становилось все Просто Красиво Убого смотрелось А изначально Конечно все здорово Хром блестит Вот здесь Они пошли Все с точностью Наоборот Сделали Сделали матовую Малозаметную Вот такую Окантовочку Для того Чтобы Во первых Если будет Износ по краям Если будут Какие-то Такие вот Падения Вдруг Вот Эти краешки Они не будут Повреждаться Даже если будут Какие-то сколы Они будут Очень малозаметны Потому что Сам цвет Матовый Такой Сам себе Малозаметный Плюс По этому канту Не остаются Отпечатки пальцев Но я считаю Это прям Вообще Они молодцы В этом плане Постарались Сделать То есть Даже к эстетике Подошли Очень правильно Может быть Конечно Дизайн он И на любителя Но по крайней мере Практичности Данного корпуса Подошли Очень правильно Металлическая Очень тоненькая Решеточка На нижней части Понятно Разъем Type-C Разъем под динамик Он здесь один И это под микрофон На самом деле То есть Динамика не два Эти отверстия Для микрофона Вот Но динамик Хоть и один Но звук Замечательный Звук хороший Очень выходит Из него Ну не сказать Что прям Супер громкий Супер мощный Но выше среднего То есть Звук хороший Далее На верхней части У нас Не забыли Про 3.5 Джек Чтобы наушники Вставлять нам По нормальному По человечески Не строить Всякие переходники Через Type-C Как сейчас Принятки На современных Телефонах Все таки Они решили Сделать Все По человечески Переключаемся Далее Вот такая Забавная Точечка Это Экопорт При помощи которого Можно телефон Использовать Как универсальный Пульт Для всего В зависимости От приложений Которые будут Вставиться Но я еще Вернусь К этому Приложению Я покажу Потому что Я здесь уже Кое-что Установил Далее Камера Спереди Вспышки у нее Никакой К сожалению Нет Спереди Ну не знаю Нужна ли она Или нет Камера Одна На 13 Мегапикселей Матрица Sony Тоже Какая-то Sony Матрица Используется Вот Далее Камеры Сзади Основная Дополнительно Основная 48 Что я про нее Хотел сказать Наверное Небольшой Минус Она Выпирает Вот так Вот Выпирает Сейчас Вот так Будет Виднее То есть Довольно Таки Не слабо Так Выпирает И Поэтому Без Чехла Мы Будем Класть На Камеру И Даже Если Телефон В чехле То Она Даже В чехле Вот В родном По крайней мере Она Даже Немножко Умудряется Через чехол Не так Сильно Конечно Но Немножко Тоже Выступает Из него Дальше Классический Сканер Отпечатков Пальцев Не Расположили Где-то Тут На экране Или Еще Где-то Там В какой-то Области Тут Там Кто Что Гораз Ну Сделали Классическим Способом Снизу Нормально Нормально Удобно Работает Он Здорово Проверял Пока Что Из Всех Случаев Пока Я Пользовался Пока Еще Ни разу Не Было Осечки Всегда Срабатывал С первого Раза Не Будем На Нем Зацикливаться Расположение Питания И громкости Классическое Я считаю Самое Удобное Неудобное Это Когда Громкость Здесь Допустим Питание Здесь Либо Наоборот Либо Еще Как-то Какие-то Способ Кнопки Сверху Надеюсь Что Это Пройденный Этап И Больше Никто Не Будет Так Располагать Кнопки Потому Что Это Самое Нормальное Расположение С другой Стороны У нас Лоток Такой Маленький Вот Он Здесь Такой Сделан Шириной В Одну Сим И Длинненький Такой Пора Бы Нам Его Включить Просит Разблокировать Да У меня Здесь Еще Парк Окей Разблокировался И Вот Наше Менюшка То Есть Получили Мы Английский Язык Либо Можем Китайский В данной Прошивке Можем Выбрать Китайский Помимо Ну Из Плюсов Этой Прошивки Если Пользуется Англоязычная То Что Она Обновляется У Меня Пришло Недавно Обновление Без Обновления Не Было Вот Этого Органайзера Но Здесь Я Его Еще Толком Не Изучил Здесь Всякие Бяки То Есть У Нас Блокнот Есть Например Закладки Какие Мехо Даже Пока Не Вздавался Подром Что Шагомер Есть Тут Измеритель Шагов Календар Ежедневник Ну То Можно Кастомизировать Что Добавлять Убавлять То Есть Такой Вот Органайзер Выходим С Как Обычно Соглашайтесь С тем Соглашайтесь С другим Да 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 Там Естественно Будет Это На Англо Китайском Каком Нибудь Спрашивать Вот Еще Подключение Вайфай Все Как Обычно Да Но Помимо Этого Он Еще Спросит Какое Навигационное Меню Будете Использовать Классическое С нижними Кнопками Которых Мы Сейчас Не Видим Потому Что Их Нет Вот Потому Что Я То есть Кнопка Назад Home Там Доп Меню То есть В Т3 Стандартные Клавиши Появляются Экраны Но Их На данный Номент Нет И я Не могу Их Вытащить Xiaomi Предлагает Еще Свой Метод Навигации Ну Сейчас Проще Продемонстрировать То есть Это Выглядит Вот Так Заходим В какое Нито Приложение Такое Желательно Многошаговое Ну Это У нас Файловый Менеджер Проводник Заходим В папки Допустим Допустим Где у нас Есть Папки С под Папками Ну Вот В Эту В Какую Нашел Тут Леваковую Папку Как нам Выйти Назад Нет Никаких Кнопок Навигации Там Делаем Просто Вот Так Раз Мы Вышли На шаг Назад Так Еще Раз На шаг Назад Ну Соответственно Еще Раз На шаг Назад Мы Вказались В папке Tools Утилита Еще Шаг Назад Мы Вышли Отсюда Как Сделать Кнопку Home Что Нужно Сделать Чтобы Нажать Кнопку Home Несуществующие То есть Заходим Примерно Туда же Android Какой Медиа Вот Я залез Далеко Мне Например Уйти Отсюда Не Выходя На шаг Назад Еще Шаг Назад Как Я Сейчас Делал Мы Делаем Просто Снизу И Уходим В папку Tools На данный момент И Здесь В папку Home Соответственно Не в папку Home А на рабочий стол Оно Аналог Клавиши Home И в то же время Если мы Уже На рабочем На рабочем Столе Она же У нас Заменяет Кнопку Открытых Приложений Вот И можно Закрыть Почистить Тем самым Нашу Память Вот 75 мегабайт Клэрит То есть Почистил У нас Немного Памяти Далее Что В прошивке Уже Изначально Стоит Виджет Погоды Это Родной Ксяоми Причем Понимает Практически Все города Мой По крайней мере Распознал Мое Захолустье Автоматом Причем И Сейчас Показывает Облачно 9 градусов Ну Примерно Так и Есть На данный Момент Как Выглядит Наша Камера Выглядит Она Так В ней Куча Настроек Различных Ну Так Вкратце Я Вторая часть Обзора Там Будет В основном Как раз Таки Различные Цифры Результаты Съемки Фото Видеозапись Вот Здесь Режим Есть Фото Обычные Фото Будет Щелкать В таком Режиме На 12 Мегапикселях Установим 48 Если Нажмем То он Будет Щелкать Нам В 48 Мегапикселях Разница На самом Деле Если Щелкать Какие Пейзажи Там Портреты Обычные Фотки Разница Практически Незаметна Но Если Нам Нужно Потом Эту Фотографию Увеличить И Вырезать Какой-то Определен Из нее Кадр То Съемка 48 Будет Лучше Далее Видео Наши Режимы Есть Доп Настройки Здесь У нас Есть Слов Моушен Съемка С ускорением И Настройки Режимы Различные Настройки Куча Стабилизации Картинки Включить Выключить Цена Такая Здесь Посредственная Она Вроде Работает Но Работает Она Так Себе На Троечку Выбрать Наше Качество То есть Он Дает Нам Ультра HD 4К Full HD 30 FPS Full HD 60 FPS HD 30 FPS Не Густо Не Густо Но Понятно Что Ультра HD 30 FPS Это Норма Вообще 60 FPS От Данной Ценовой Категории Впросить Ну Как-то Наверное Маленько Было бы Даже Нагло Вот Full HD Снимать 60 FPS Это Конечно Здорово И Работает Эта Функция Хорошо Действительно 60 FPS И Видео Не Тормозит Я Считаю Что Это Единственный Хороший Режим Съемки Все Остальное Здесь Вряд Ли Будет Использоваться Я Б Например Не Хотел Снимать Full HD Я Хотел VHD Потому Что Некоторые Вещи Достаточно VHD Снимать Вот Ну Почему Только 30 FPS Это Вообще Прям Непонятно Могли 60 FPS Сдел Выбор Запросто И Даже Тут 50 Там На 90 Сколько Там Выше Не Вшили Они В Стандартном Приложении Камеры Этот Режим Негоже Поэтому Остается Лучший Режим Это Full HD Ну Вот Как-то Так Time Lapse Интервал Это Можно Вставлять Скорость Ускоренной Съемки Насколько Быстро Будет Ускоренная Съемка Такая Настройка Энкодер H265 Или HEVC Его По-другому Называют Или H264 С H265 Если Вы не Сталкивались С этим Форматом Возможно Проблема Даже На компьютере Я думал Сейчас Буду В нем Наснимаю На нем Видео Думаю Ну Компьютер То его Вытянет Ну Да Железо Вытягивает У современного Нормального Компьютера Но Проблема С кодеками Его воспроизвести Не каждый Проигрыватель Воспроизведет Не любой Кодек Его тоже Воспроизводят А если Монтируют То тут Вообще Беда Если Например Премьера Только Последней версии На данный момент Премьера 2019 С ним Работает Более Менее Корректно Остальные Версии Я пробовал Предыдущие Получается Просто Жесть Либо Просто Звук Короче Большие Танцы С бубном Не увенчались Успехом Только Версии 2019 Не заработало Нормально Вот Если С Вегасом Я думаю Там Такая же Будет История Просто Я не Использую Вегас На сегодняшний День Для большинства Лучше Снимать В H264 Это просто Заранее Говорю Тем Кто Не сталкивался Вставляйте H264 И не парьтесь Будете Снимать Нормально Вполне Хорошо И Без Геморроя Также Есть Тут Кнопочка Если Мы Здесь Что-то Накуролесили С настройками Restore Default Settings Он вернет Настройки По умолчанию Окей Камера Снимает Здорово Примеры съемок Я выложу К сожалению Фотки В полной красе Ютуб Не воспроизведет Да и видео В общем-то Тоже Но Что-то Увидеть Можно Какую-то Разницу Я постараюсь Сделать Так Чтобы Было Все Так Более-менее Понятно Как Оно Снимает Далее Выходим Из нашей Камеры Кое-какие Приложения Тут уже Успел Понаставить Да Изначально Установлены Китайские Различные Приложения Там Mi Home Например Baidu Map Вряд ли Кто-то Этим Будет Пользоваться Если Например Устроить Данная Прошивка То Какие-то Приложения Можно Даже Сносить То есть Вот Большая Часть Китайских Приложений Сносится При Желании Можно Убрать Все Что Нам Мешает Вот Из Здесь Нет Изначально Play Market Нашего Классического Play Market Есть Какой-то Похожий На Play Market App Store Вот Это Китайский Но Через Него Скажу Даже Через Него Можно Что-то Покачать Какие-то Приложения Естественно Они Будут Либо На Английском Либо На Китайском Вот Наш Поиск Можем На Кавиатуре Выбрать Любое Приложение Желательно На Английском Потому Что На Что С Него Взято Вайбер Я с Него Скачал Он Там Есть И Антуту Бэчмарк Скачал Тоже Оттуда Так То 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 Как Минимум Половина Наших Каждодневных Приложений Можем Скачивать Оттуда Что-то Недостает Можем Скачать С поиска Вот Если Например По игрушкам Не Загоняться То Можно Обойтись Без Плеймаркера Но Если Он Уж Очень Нужен И Эта Прошивка В остальном Всем Устраивает То При Сильном Желании Существуют На самом Деле Способы По Внедрению Плеймаркета И В данную Прошивку Покурить Форумы Все Это Есть Инфа Далее Что Бо Я хотел Сказать Как Я Изначально Говорил Про Экапорт Если Кто Будет Его Полноценно Использовать В качестве Универсального Пульта Свой Свой Ксиомийский Пульт Он Как бы Универсальный Много Там Позволяет Там Есть Много Различных Устройств Но Я считаю Что Недостаточно Много Потому Что Я Когда Искал В нем Старый Соник Центр Музыкальный Думаю С телефона Было бы Шикарно Управлять Своим Центроком И Вот Поставил Специально Такое Приложение И Р Плюс То Кто Будет По Программ И R Плюс Нажимаем Выглядит Он Примерно Вот Так Конечно Такой Вот Интерфейс В общем Функции Все Что Надо Есть Вот Он Мой Сони Вот Чем Хорош Данный Пульт Ну Первое Что Он Работает Действительно Работает Без Проблем И Чем Особенно Здорово Очень Много Очень Много Здесь Всяких Марок Пультов Различных Тут Он Бренд Вот Ту Даже Тут Есть А Даже 3M Есть Известный Заготовитель Скотч Я не знаю Что у них Есть Может быть Светодиодные Ленты Какие С пультов Управляются То есть Даже Вот Такие Всякие Эксклюзивные Конторы Существуют Ну Асер Накорп Это Уже Известные Конторы Одно Тек Всякие Экзотичные Фирмы Они Здесь Тоже Существуют Вот Они Тоже Тут Есть То есть Пульт Классный Очень Универсальный Офигенный В общем Советую Далее Посмотрим Кратко Характеристики И на этом Закончим Нашу Эту Серию Antutu Бенчмарк Я его Уже Тестировал Показал Показал Он нам Вот Ровно Столько Результат Хороший Результат Конечно Существуют Телефоны Топовые На сегодняшний день Там Которые По 400 Показывают Но Этот Результат Довольно Таки Хороший Тем более В данном Ценовом Сегменте Про ценовой Сегмент Не сказал Что Данный Телефон На тот Момент Когда я Покупал Стоил Именно Этот 13600 Он мне Обошелся Почему Такая Цена Была Вот Вроде Как бы Ну Цена Как Цена Да Просто У него Было Четыре Вида Допустим Просто Есть Их Есть Четыре Вида Синий Черный Красный И белый Самый Красивый Это Естественно Синий Красный И белый Черный Идет Стандартный Цвет Он дешевле Всех Вот Ну Не знаю Здесь Делали На любителя Может быть Мне показался Вот этот Синенький Самый Симпатичный Вот Причем Даже По моему Самый Дорогой Либо Белый Жемчужный Который Там Было Либо Красный По моему Белый Жемчужный Самый Дорогой Он еще Там Рублей На 100 Дороже Вот Фак Что Отличается Черный По цене Но На 500 Рублей Дешевле То есть За этот Цвет Пришлось Приплатить Еще 500 Рублей Черный Обошелся Где-то Около 13 Ровно Вот Плюс Еще Почему Взял Данную Прошивку Ну В принципе У меня С английским Не проблема Поэтому Меня Устроил Такой Вариант С другой Стороны Я его Способен И прошить Я даже Посвящу Будет Время Я еще Посвящу Отдельно Серию По прошивке Данного Телефона Это Если Кто-то Надумает Взять Такую Англо-Китайскую Версию И прошить Его Под Европейку С русским Языком Целая Отдельная Серия Будет Посвящена Но Факт Что Вот Это Китай Английская Версия Она Еще На 1000 Рублей Дешевле То есть Если бы Заказать Сразу Глобальную Версию Еще Плюс 1000 Рублей Соответственно Вошлось Не в 13600 А Вот такой же Синенький Но С русским Заком Было бы В 14600 Но Уже Ближе К пятнашке То есть Целые 1000 Рублей Можно Сэкономить Заказав Вот Такую Версию Но Это Опять же Говорю У кого С английским Хорошо Плюс Не Смущает Отсутствие Либо Временного Отсутствие Плеймаркета Но В остальном Прошивка Хороша Попользовался Несколько Дней Не Заметил Ни затупок Никаких Подтормаживаний Интернет Работает Отлично Еще Правда Зависит От скорости Самого Интернета Но Странички Все Бегают Летают Ютуб Открываешь Ролик Листаешь Все Здорово Все Крутится Вертится Без Каких Лагов Вот Здесь Какие Тесты Мультитач Тест Посмотрим Как у нас Работает Мультитач Поудобнее Возьмем Бык Не знаю Сколько Я умудрился Под 9 Но Это Я Столько Смог Нажать То есть Значит 10 пальцев Он точно Поддерживает Потому что Не бывает На 9 Бывает 5 10 Больше Наверное Не существует И столько Ногами Еще Помогать Нажимать Или Там Другу Попросить То есть Это Десятиточечный Тач Так Ну Смотрим Характеристики Майдевайз Захшли Кстати Сейчас Он даже Аверэйдж Скор Даже Средние Средние Очки Попугай Даже 210 Показал Почему Не знаю Почему Хотя Там 208 Ну Ладно Не суть Важна Андроид 9 64 Бит Snapdragon 675 Графика Adreno 612 Видеокарочка На Экран 1080 На 2340 Но Это Обычный Full HD Плюс Дополнительные Точки Для Верхней Части Нижней Часть Дисплея Видео Все равно Будет Прораться Full HD 1920 На 1080 Задние Камера 48 Мегапикселей Плюс 5 Для Размыливания Краев Далее Память Показывает Оперативы 5 5 6 57 Сейчас Доступно Почти 3 Вот Из них Вообще Где-то Около 2 Гигов Снидает Сама Операционка Поэтому Вообще 6 Гигов Это Не Лишняя Память Если Брать На 9 Андроиде С 4 Гигами То Изначально Будет Половина Памяти Точно Занята Только Лишь Одной Операционкой Поэтому Вообще Рекомендация Если у кого Есть Такая Возможность Брать Выбор Между 4 6 Гигами Разница В цене Незначительна Либо Ее Совсем Нет Понятно Лучше Брать 6 Гигами Память DDR4 Далее 108 Доступной Доступной Памяти Процессор Пишется На Dragon С максимальной Частотой 2 Гигагерца Температура Показывает Сейчас 28 2 Градуса Вообще Телефон Не горячий Гонял Я его Многу раз Я не заметил Чтобы он Как-то там Грелся Достаточно Холодный Процессор Далее Обновление Экрана 60 Гц IPS 6.3 Дюйма 440 DPI Multitouch Мы уже Протестовали Снова Про камеру Видео Снимает На 8 Мегапикселях Вот Фронталка 13 Мегапикселей Видео Снимает На 2 Мегапикселей Кстати Неплохо Full HD Фронталка Снимать Может Даже Аппаратно Батарея Полимерная Очень интересно Что 4.2 Вольт Пишет Это Ее напряжение Либо Это напряжение Заряда Заряда Непонятно Это интересно Почему 4.2 Вольт Выдал Но Это Ладно Это Не суть Важна Нам Не в батарейке Играть Соответственно GPS Wi-Fi Bluetooth И так Далее Всякие Сенсоры Прочие Вещи Вот Кому Интересно Вот Прочитайте Что Здесь Поддерживает Что Не Поддерживает Потому Что Например Лично Для Меня Это Мало Интересно Я знаю Что Что Мне Надо В любом Случа Поддерживает Здесь Акселеромет В любом Случа Есть Все Что Надо Есть GPS И Всякие Все Это Есть Вот А Какие Там Термодатчик Например Да Я Сейчас Даже Не Читаю Но В любом Случа Его Здесь Нет И У меня Например Безнагност Вот И Какие Тоги Там Экзотичные Вещи Что Еще Забыл Сказать Я Сейчас Покажу На данный Момент Вот Он Показывает 4G Первая Симка 3G Вторая На самом Деле Я Принудительно Включил Второй 3G Потому Что Мне Не Надо Чтобы Работало Одновременно 4G Это Небольшой Когда Включено И Той Другой Модуль 4G Вообще Теоретически Расход Батареи Чуть Больше Нужен Но Про Что Я Хочу Сказать Что Здесь Одновременно Два Независимых Радио Модуля С Функцией 4G То 4G Могут Работать Одновременно На Обеих Симках Далее Здесь У нас В Доп Менюшках Ну Здесь Все По Стандарту Наш Фонарик Включение Wi-Fi Скриншот Стихи Режим Далее Самолет GPS Все Как Обычно Далее Удобно В этой же Подменю Сделали Ходспот Но Это Работа Телефона В режиме Модема Причем Еще Выделю Интересные Вещи Не во всех Телефонах Я это Видел Но Здесь Оно Есть В наших Настройках Если Залезть Здесь Мы Можем Выставить Пароль Помимо Можем Выбрать Диапазон В котором Он будет Нам Раздавать Wi-Fi В стандартном Диапазоне Либо В 5 ГГц Вот Когда мне Хотелось Чтобы В 5 ГГц Раздавал У меня Был Датчик Один Такой Который Китайцев Заказывал На компе Ставил Который Работает Только В 5 ГГц Данный Аппарат Позволяет Раздавать В 5 ГГц Может Это Не сильно Нужная Функция Но Скажем Тогда Когда Она Нужная То Это Здорово Что Она Есть На этом Первая Часть Наша Заканчивается Спасибо Вам Большой За Просмотр Ставьте Лайки Подписывайтесь Если Что Не Понравилось Пишите В комментариях Что Не Понравилось Всем Пока 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 Субтитры